Коллеги, добрый день. Еще раз представлюсь, Леонтьева Оксана, руководитель направления по автоматизации бизнес-процессов кадрового администрирования группы компаний «Детский мир». Как все это начиналось? Немножко расскажу о нашей вообще структуре компании. Ну, наверное, старый большой детский мир все знают. Он здесь находится рядом. Да, это наш стартовый магазин. С него все когда-то начиналось. На данный момент мы представлены в трех странах. Это Россия, Белоруссия, Казахстан. Но пока кадровый документ оборота у нас внедрен только в Россию, поэтому говорить будем о России. Сеть федеральная. Мы представлены в более 400 городов, начиная от Калининграда, заканчивая Петропавловском и Камчатском. Полная Россия. У нас 9 региональных офисов, включая центральный офис в Москве, 6 больших распределительных центров, которые также находятся в разных регионах страны. На данный магазин уже более 1200 магазинов. Это магазины формата «Большой детский мир», магазин формата «Мини», «Зоозавр». Это также наша сеть товаров для животных и услуги для животных. И сейчас мы очень активно развиваем дискаунтер, товары общего потребления у дома. На данный момент у нас уже более 18 тысяч персонала, наших работников, несколько юридических лиц. И вот о конкретно двух сейчас далее пойдет речь. Все вы прекрасно помните период пандемии, когда перед кадровыми службами стояли, мне кажется, невыполнимой на тот момент задачи, когда водные от государства менялись в течение дня несколько раз, то работаем, то не работаем, то торговые центры открыты, то закрыты, то можно работать, то нельзя, либо можно только из дома. Поэтому все с ужасом вспоминают этот период. И как только уже на государственном... Мы не заходили ни в какие пилоты, хотя они уже в то время существовали по запуску КЭДа. Мы дождались, когда это было уже разрешено полностью на федеральном уровне, вышел закон о электронном кадровом документообороте. И, собственно говоря, вышли к своему руководству с этой идеей. Нас поддержали абсолютно на всех уровнях, начиная от HR-директора, заканчивая генеральным директором, потому что все прекрасно помнили, как это было в период пандемии. Свой пилотный проект мы решили запустить на ДМТехе. Это наша IT-составляющая, которая выделена в отдельное юрлицо. Ну, то есть это наши тестировщики, разработчики, дизайнеры продукта, проектный офис, без которого никуда. То есть это все те наши службы, которые позволяют нашему бизнесу быть технологичным. Когда мы только решили запускать КЭД, в составе ДМТеха было чуть больше 200 человек. На данный момент, ну, вот здесь информация к предыдущей нашей встрече, сейчас эта цифра уже почти 800, если говорить только о ДМТехе. Приняли решение, начали выбирать вендора. Честно скажу, вот лично я на момент, когда мы заходили в КЭД, только вот выходили на рынок, смотрели предложения, не полностью понимала, что это такое. Ну, в моем понимании были, ну, вот то заявление, которое нам принесли на бумаге, да, мы сделали приказ, мы его подписали электронно. Не более того, когда мы начали… У нас не было конкретного техзадания, когда мы выбирали вендора. То есть мы встречались с подрядчиками, слушали их презентации и уже в процессе вот этих встреч понимали, что же мы хотим. Честно скажу, что после встречи с Тензером, мое понимание о кадровом документообороте поменялось вот практически на 100%. То есть мы поняли, что КЭДО – это не только просто подписалка каких-то бумажек. Это все, это регламенты, это настройка любых документов, начиная от кадровых, заканчивая другими, все инструкции, согласование служебных записок. То есть все это возможно настроить в рамках одной программы. Это наша дорожная карта. Мы в мае начали заключать договор… Еще немножечко вернусь. Собственно говоря, как мы определили, что это будет Тензор? У нас было несколько финалистов, три финалиста. Тоже не буду называть их, кто для вас, я думаю, не так же все известно, потому что на самом деле их не так много на этом рынке. Изначально мы запрашивали КП исключительно только под пилот, под 200 человек с перспективой небольшого роста до конца года до 400. И, скажем так, если отбрасывать все составляющие процессов, а оставить только финансовую часть, лидер был другой. Но мы прекрасно понимали, что нам нужно не только подписалка кадровых документов, мы хотим уже настраивать полные все процессы. Мы подключили наших финансистов. Также попросили у лидеров нашего выбора представить нам КП на 18 тысяч. То есть мы понимали, что ДМТХ – это просто пилот, чтобы отработать все процессы и дальше уже масштабировать все на нашу большую сеть детского мира. И вот здесь, благодаря нашим финансовым аналитикам, мы поняли, что то предложение, которое изначально на 200 человек было, может быть, более выгодно, при масштабировании на сеть оказалось совершенно не таким уж и выгодным. Плюс тот функционал, который предлагали другие, он не такой обширен. И то есть вот таким совместным усилием… Большое спасибо нашим коллегам. У нас еще была одна контрол-встреча, на которой, собственно говоря, мы приняли общее решение, что мы дальше идем и развиваемся именно вместе с компанией Тенцор. Заключили договор. На моменте заключения договора мы уже начали подписывать с работниками согласие о переходе на КЭД. Но поскольку пилот у нас был в IT-компании, все прекрасно знаете, что айтишники – это лидеры всех электронных процессов, поэтому сложностей у нас никаких с ними не было. Все активно были подключены к этому процессу, дали свое согласие. И, собственно говоря, с середины мая до конца июня мы занимались настройкой наших процессов. Многие коллеги, предыдущие ораторы говорили, что нужно провести полное обследование процессов, либо там запустить какой-то один, а потом постепенно подключать следующий. Ну, мы думали, что мы самые умные, поэтому никакого обследования предварительного мы не проводили. Считали, что наши процессы идеальны. И начали запускать все, как было на бумаге, все то же самое начали перекладывать в электронный формат. И уже даже при прописании этих регламентов мы поняли, что у нас достаточно много лишних процессов, очень много лишних согласовантов, от которых мы постепенно избавились еще на моменте первых запусков регламентов. Хотя сейчас мы продолжаем их активно совершенствовать. Собственно говоря, также параллельно шло тестирование. И в начале июля мы загрузили всех наших айтишников в СБИС. Я занималась лично этим сама. У меня на это ушло полтора дня. С обеда субботы до вечера воскресенья. Но тем не менее, все работники были загружены, всем были разосланы приглашения на электронную почту. И, собственно говоря, в течение следующих недель они все быстренько прошли регистрацию. И мы начали оперативно уже работать. Мы проводили обучение. Также спасибо коллегам из Тензора. У нас было видео обучение для персонала. Более двухчасовые ролики записывали. Всех документов, которые мы загрузили. Также делали инструкции. Коллеги нам в этом же также помогали. Плюс сейчас мы продолжаем делать какие-то мини-инструкции, потому что нужно понять, что розница – это немножечко другой персонал. Они не будут читать Талмуд на 20 страницах. Им нужны маленькие точечные инструкции на любой вид заявления. Ну и первый наш прием в электронном формате состоялся 11 июля 2022 года. Занял он буквально 10 минут. Причем это было так. Но поскольку это айтишники, они нам все документы высылают заранее. То есть в 1С кадровик все завел заблаговременно. Пришел кандидат, подписал инструктажи, которые, к сожалению, еще остаются бумажные. Подписал согласие о переходе на КЭД. Прошел регистрацию через мобильный телефон. Быстренько подписал, не считая документы. И мы его отправили в группу подбора. На что было что-то не так? Каких-то документов нет? Что делать? Мы говорим, нет, все, забирайте дальше, введите в отдел. Мы все уже оформили. Ну, я уже, в принципе, рассказала, почему мы выбрали именно СБИС. Коллеги также до этого подробно рассказывали. Действительно, и мобильное приложение, и браузерная версия достаточно интуитивно понятны. Любой необязательно айтишник, линейный работник, розница в нем с легкостью разбирается. Хотела вернуться вот к этому моменту, что действительно КЭД с БИС – это безопасно. Когда мы выходили на тендерную площадку, условия нашей службы IT-безопасности было исключительно серверное хранение документов на наших серверах. Это прям вот было непоголебимое требование. Когда мы поняли, что лидер у нас сменился, и мы хотели бы пойти с компанией Тензор в дальнейшее плавание, у нас была еще дополнительная встреча с техническими специалистами Тензора плюс нашими IT-специалистами, которые отвечают за 1С и за информационную безопасность. Были предоставлены все необходимые документы, подтверждения, и, собственно говоря, наши айтишники сдались, и теперь мы в облаке. Никаких сложностей с этим нет. И вот сейчас, спустя два с половиной года, коллеги говорят, странно, о чем мы так вот содержали за наши сервера. Это нужно было покупать дополнительные серверы, тратить на это деньги компании. От этого мы благополучно ушли. Как я уже сказала, мы не запускали какие-то отдельные документы. Мы пошли полным курсом, загрузили все, что только на тот момент у нас было в кадровом документообороте. Это прием на работу, включая оформление по ГПХ. Это различные подписания кадровых переводов, изменения условий, оплаты труда, изменения графиков. Ну, то есть любые доп. соглашения, которые мы подписываем с работниками. Любые виды отпусков, ежегодные, без сохранения, учебные, отсутствие с оплатой по среднему, ну, это типа донорских, оплата, уход за детьми-инвалидами и прочее. Единственный момент, скажу, что забегая вперед, вот эти дополнительные отпуска пока доступны только в бразурной версии. В мобильном приложении их пока нет, но коллеги над этим работают, и, возможно, в скором времени они также будут доступны в мобильном приложении. Изначально были заявления, это, ну, понятно, заявление на увольнение, заявление на отпуск, заказ справок, кадровую службу, бухгалтерскую службу. Мы запускались в середине года, соответственно, ближе к концу года мы также запустили график отпусков, и в МТХ мы живем с графиком отпусков уже через СБИС. Ознакомление с локалкой, то есть все должностные инструкции, все локально-нормативные акты у нас загружены в СБИС. Правильно, как коллеги сказали, они настраиваются по определенному маршруту, и каждому работнику в зависимости от его должности падает именно тот пакет документов, который он должен подписать. У нас есть локалка, которая предусмотрена для всех работников, с ней ознакомляются все. Есть какие-то отдельные документы для распределительных центров, какие-то для розницы, какие-то для офисного персонала. Также вот они идут по определенным маршрутам. Уже в процессе работы наша охрана труда изъявила желание, а давайте мы будем подписывать карты СОУД. После спецоценки рабочих мест мы говорим, а давайте. Также загрузили, настроили регламенты, также эти документы подписываем. Ну, как я уже сказала, ДМТех – это был стартовый пилот. Наша основная цель – это было масштабирование на всю большую сеть детского мира. И в середине 22-го года, тоже где-то… Ой, да, 22-го, 23-го года уже, через год успешного пилота в ДМТех, мы решили запускать уже полностью масштабирование на большую сеть детского мира. После успешного масштабирования, после успешного запуска пилота и достаточно успешного и быстрого запуска офиса, мы решили, что 18… Ну, да, чуть меньше, да, это где-то порядка 16 тысяч работников розницы. Мы сейчас точно так же там за пару месяцев запустим. Но, к сожалению, розницу мы смогли запустить, это только в середине ноября. Объясню почему. Процессы у нас были уже все настроены, то есть, да, все регламенты, все запущены. Но розница – это живой механизм. У нас там 100 приемов в день, те же 100 увольнений, да, и пока коллеги, кадровики, основную работу с них никто не снимал, документы нужно было предыдущие загружать в СБИС, да, чтобы работники там появились. Они их сегодня загрузили, а завтра половину надо уже чистить. То есть, и вот этот процесс, к сожалению, да, вот он занял определенное время, поэтому розница у нас вступила в КЭД, это в середине ноября. Ну, здесь видно, как мы работали с ней, да, и если там вот в конце ноября это было только 56% по всем регионам, в середине февраля это уже 99%. На данный момент, вот буквально вчера смотрела дашборд, не прошли регистрацию, всего 50 человек. Это не отказники. То есть, сразу скажу, вот таких явных отказников у нас нет. Это просто работники, которым, ну, так получилось, что еще не надо было запускать никакие документы. Также хочу отметить тот факт, что, ну, все знают, что такое розница, да, уровень персонала. Мы честно боялись, что смартфоны есть не у всех, корпоративные почты тем более есть не у всех, как они вообще будут у нас взаимодействовать. Предложение для тех работников, у которых есть корпоративная почта, понятно, приходило на корпоративную почту, его можно было там скачать либо сразу на телефон, либо сначала зайти с компьютера и там зарегистрироваться и пройти регистрацию уже в мобильном приложении. Что же делать с розницей? Сначала мы подумали, что давайте мы будем им отправлять предложение на их личные почты. Собрали там определенное количество информации по рознице, и тут выясняется факт, что кто-то дал вообще непонятно, чью почту, кто-то ей никогда уже и не пользовался, то ли она у него заблокирована и прочее. Думаю, что же нам делать? Пришла очень хорошая идея. Мы начали их регистрировать по логину и временному паролю. В виде логина взяли СНИЛС и работников. СНИЛС – это, наверное, единственный документ, который принадлежит только конкретному этому человеку. Соответственно, работники розницы либо садились за компьютер директора, который есть в магазине, они просто по ссылочке входили в свой личный кабинет под своим СНИЛСом, под временным паролем. Тут же они его могли поменять на свой, который будет известен только им. Правильно, как сказал предыдущий коллега, кадровая служба знает только логин. То есть я могу посмотреть только логин, конкретного работника, если он, например, забыл его пароль, но это только ему известно. Это значительно ускорило процесс. И, собственно говоря, вот на данный момент мы имеем такие цифры. Также в середине февраля мы решили запустить опрос вовлеченности и вообще, куда же нам двигаться дальше. Сразу скажу, что, конечно, еще не весь персонал его прошел, а прошла только определенная часть. Но даже здесь понятно, мы не стали показывать всем вопросы, опросника. Было понятно, что большая часть у нас пользуются именно мобильным приложением, потому что большая часть это работники складов и розницы, для них это удобнее. Насколько удовлетворенность, конечно, эти цифры достаточно странные. Безусловно, есть люди, которым не нравится ничего. Им, в принципе, наверное, ничего по жизни не нравится. И есть люди, которым нравится абсолютно все. То есть вот эти крайние столбцы, наверное, можно не брать во внимание. Но в принципе, больших сложностей даже у линейного персонала в работе с личным кабинетом не возникает. Там действительно все интуитивно понятно. Вопрос, как часто используют. Ну, да, кто-то из зелененькой зоны, это, скорее всего, кадровики, которые уже ответили, которые постоянно сидят в личном кабинете. Большая часть используют там, ну, там, два-три раза в месяц. И последний слайд. То, что действительно сократилось время на решение кадровых вопросов. К нам, конечно, в офисе продолжают приходить работники. В основном это прием увольнения. Ну, а по остальным вопросам, ну, либо поздороваться, либо там задать какие-то вопросы, ну, либо вдруг у кого-то там что-то не получается, чтобы вот мы им помогли. И такие небольшие цифры просчитывали эффект. Ну, дата здесь тоже конец ноября, когда мы готовились к предыдущей аналогичной нашей встрече. Ну, мне кажется, они говорят сами за себя. Мы абсолютно сократили логистику. Если вернусь обратно, скажу, что в ДМТЕХе у нас более 70% это дистанционные работники, а те, кто с ними работают, прекрасно знают. Мало того, что для них нужно подготовить документы в 1С, нужно еще добиться, чтобы они их подписали. Это распечатать, отправить сначала сканы, отправить оригиналы, потом получить сканы, получить оригиналы. И вот эти бесконечные крыжения вот этих списков, кто кому что отправил, кто уже что вернул, это на это у кадровиков входило очень много времени. Сейчас у нас логистики нету с дистанционными работниками никакой. Все документы мы им отправляем в СБИС, они их подписывают. Также мы им отправляем какие-то справки, которые они заказывают. Но единственный момент, что при увольнении, безусловно, приказ об увольнении, и справки при увольнении, ну, приходится им отправлять через почту. Но это мы изначально и не закладывали эти документы. Хотела представить, наверное, нашу команду. Это так шуткой мы называем себя наш девичий полк. Ольга Грачева, это наш начальник отдела кадрового учета и охраны труда. Собственно говоря, с нее все и началось. Запуск КЭДа. Я ваш покорный слуга. Вероника Донцова, руководитель направления проектов от IT-составляющей. К сожалению, сегодня она не смогла присутствовать на нашей встрече. И команда наша от Тензора. Анабель, которая здесь сегодня с нами. Наши две Софочки, без которых мы никуда, которые нам постоянно с нами на связи. Хочу сказать, у нас есть группа в Телеграме, куда мы с коллегами постоянно поддерживаем связь. Если что-то не получается, если что-то не так, пишем, тут же получаем ответ. Действительно, 24 на 7 коллеги с нами на связи. В любое время суток. И Татьяна Филиппова, которая нам помогает с отчетностью. Постепенно мы уходим от контура. Также всю отчетность, кадровую отчетность, даем через САБИ. Очень удобно. Те данные, которые отправляются в пенсионный фонд, можно сдать непосредственно из карточки приема работника. Либо перевода, либо увольнение. Все из карточки. Когда из пенсионного в том году нам приходили миллионные списки, что-то не прошло, что-то нет. И вот эти искали. Сдали ли мы отчетность по этому человеку, либо не сдали. Вот это все искали. Сейчас достаточно легко. Ты провалишься в карточку работника и понимаешь, сдала ли ты по нему этот отчет или нет. Очень быстро можно его выгрузить и отправить коллегам по их запросам. Ну, наверное, это все, что я вам хотела рассказать. Если есть вопросы, готова на них ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!